Российские моржи устроили заплыв в Хабаровском крае. Любители закаливания со всей страны уже по традиции встретились на соревнованиях по зимнему плаванию, которые прошли на озере Драго в районе имени Лозо. Жаркие состязания в крещенские морозы в репортаже Ульяны Крамаренко. Теплую атмосферу, несмотря на трескучий мороз, создали на озере Драго. Спортивную площадку превратили в дальневосточные тропики, установили пальмы и даже бога морей Нептуна пригласили. Пожелаю спортсменам теплой воды, легких побед и хорошего настроения. Пусть победит сильнейший. Это уже 13-е соревнования, которые проходят в Хабаровском крае на озере Драго. И третий год подряд они становятся официально вторым этапом всероссийских соревнований Федерации зимнего плавания. По словам организаторов, несмотря на крещенские морозы, с погодой в этом году повезло. Безветренно. Температура на улице на сегодня сейчас опустилась до минус 38 утра, она была минус 34. Температура воды где-то 0, плюс 2 градуса. Так что спортсменам в воде будет гораздо теплее. На соревнования приехали более сотни спортсменов со всей России. На выбор четыре дистанции. От минимальной в 25 метров до почти марафонской в суровых условиях 200 метров. Прежде чем зайти в воду, каждый прошел недосмотр и получил допуск. Но главное здесь, по словам участников, это вовсе не дистанция и результат, а преодоление себя. Самое сложное – это залезть в нее. Все остальное идет автоматически. Большинство участников – это опытные спортсмены, которые не боятся ледяной воды, однако в федерации рады и новичкам, которых обещают взять под свою опеку. При выполнении всех этих требований это безопасно, это полезно для здоровья. Ну это такой драйв общения, драйв общения с природой. Ну и человек выходит победителем, даже проплыв в дистанцию, пусть он не занимает никакого места, он побеждает в речи у себя. Третий этап соревнований пройдет в Москве, в столицу. Съедутся сильнейшие спортсмены по итогам первых двух этапов. Заплыв пройдет в конце января. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».